Девушки отдыхают В тайском леднике Куркурек группа альпинистов во главе с Сергеем Семеновым обнаружила гигантские отпечатки ноги неизвестного существа, отдаленно напоминающие человеческие. Свежие следы. На снегу их очень хорошо было видно. Альпинисты продолжили движение по маршруту. Глава группы Сергей Семенов и не предполагал, что станет первым альпинистом в мире, нашедшим неопровержимые доказательства существования снежного человека. Меня зовут Анна Чаплин. И я начинаю расследование. Невероятная находка в Алтайских горах. Наклонился, посмотрел и увидел стату. Снежный человек существует. Я никогда в жизни такой шелковистой шерсти никогда не ощущала. И у нас есть неопровержимые доказательства. В такой скорости ни один зря не убегает. Сенсация. Потомки снежных людей. Это моя мама, Раиса. Почему они ненавидят вид хомо сапиенс? Миф. О снежном человеке завтра станет реальность. И убивают собственных детей. И она задушила ребенка. А также экспедиция программы тайны мира в поисках снежного человека. Ёлки-палки, я что с камерой-то? Тайны мира. Снежный человек. С каким существом в горах Алтая весной 2003 года разминулась группа альпинистов Сергея Семенова? Кто мог оставить эти следы? Медведь? Нет. Отпечатки лап медведя другой формы и гораздо меньшего размера. Чья-то шутка? Вряд ли. Вблизи на сотни километров нет ни одного населенного пункта. Программа тайны мира организовала несколько экспедиций на Алтай и Кавказ в поисках снежного человека. Нашим корреспондентам удалось собрать уникальные свидетельства и неопровержимые факты того, что в этих горах, возможно, действительно обитает загадочное существо. Когда Сергей Семенов увидел удивительный отпечаток, у него не осталось никаких сомнений. Эти следы не принадлежат ни зверю, ни человеку. Порядка 40 сантиметров, 5 пальцев, свод стопы, ширина 22, отсутствие когтей. Кавказ указывает, что это не медвежеское. На следующий день группа отправилась к вершине горы. Восхождение прошло без особых осложнений. На обратном пути команда ушла вперед. Сергей задержался, чтобы собрать веревки. А когда стал догонять товарищей, зацепился ногой за что-то твердое. Под пульсом я, фонарь на лодке был включен, я наклонился, посмотрел и увидел стопу. Вот эта находка. Часть ноги, принадлежавшей неизвестному существу. Ну, стало интересно. Пять пальцев покрыто шерстью. Вот медвежьи, медвежьи, человеческие, нечеловеческие. Я взял в другую. Медведь, она более узкая. И свод стопы, медведь плоскостопый. А здесь, видимо, свод стопы есть. Сергей решил, что существо было убито лавиной или раздавлено глыбой льда. Оно оттуда упало, со льдом. То есть масса льда огромная, давление огромное, ее просто сплющило. Ну, и в таком состоянии она и высохла. Забыв про усталость после многочасового восхождения, альпинисты заспешили вниз. Всем не терпелось выяснить, что за странная находка попала к ним в руки. Вернувшись в Барнаул, Сергей сразу же отправился к специалистам кафедры анатомии Алтайского аграрного института. Но ученые не торопились с ответом. Для того, чтобы ответить на вопрос, снежный это человек или еще какой-то человек, нужно расшифровать эту ногу условно. То есть нужно выделить ДНК из кости. Первой версией стал доисторический медведь. Но после предварительного анализа ученые от нее отказались. Проанализировав сохранившуюся часть коленного сустава загадочного обитателя Алтайских гор, эксперты вынесли вердикт. На полученных аллингеновских снимках было отчетливо видно. По строению костей это фрагмент ноги прямоходящего существа, а внутренняя структура ткани схожа с человеческой. Расположение костей, мышц и сухожилий говорит о том, что загадочное существо, скорее всего, было прямоходящим. Но постоянно на двух ногах ходит только человек. Ученые сошлись во мнении, что найденная в горах конечность не принадлежит ни одному из известных животных планеты. А ее возраст – несколько тысяч лет. Ну, это не обезьян, да. Они к приматам не относятся, но это тупоходящее. Исследователи выяснили, что существо обитало высоко в горах и в долины спускалось редко. Поражает длина ступни – всего 23 сантиметра, что соответствует 36-му размеру обуви. Критики и скептики скажут, что это за снежный человек с женским размером ноги. И сами того не желая дадут правильный ответ. Ученые, сопоставив факты, пришли к выводу. Обнаруженная конечность принадлежала именно женской особи. Трудно поверить, но поиски снежного человека в нашей стране велись еще в 19 веке. В разных регионах страны и даже за ее пределами, например, в Монголии, ученые искали подтверждение существования диких людей или по-научному гоминидов. Упоминания о так называемом йети, оказывается, встречались еще раньше. Первые упоминания о снежных людях известны еще с 11 века. Ну, например, в слое полку Игореве упомянуто это существо. Хотя это нельзя считать в полной мере естественно-научным документом, но все-таки, значит, сведения были и люди интересовались. И шесть веков назад йети встречали на Алтае, там, где сделал удивительную находку альпинист Семенов. Есть исторические свидетельства, так сказать, относящиеся к 1400 годам, когда в горах, которые можно, так сказать, оценить по описанию как Алтай, вот, дается, так сказать, информация об обитании здесь диких людей. Во всех описаниях снежного человека много похожего. Густая шерсть рыжебурого цвета, рост выше двух метров и очень крепкое телосложение. Неизменно сообщается об огромных следах на земле или на снегу. Азасская пещера спрятана в Шорской тайге. До ближайшего города Таштагол 60 километров. Экспедицию сюда собрал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он давно интересуется феноменом снежного человека. Здесь несколько лет назад обнаружили гигантские следы человекоподобного существа. И некоторые ученые предположили, что пещера является убежищем для реликтового вида. И вот сейчас рядом с подземными лабиринтами нашли новый след. Вот видно, вот пальцы, и вот ступня. Но не очень большая. В прошлом году этого не было точно. Николай доволен результатами экспедиции и уверен в том, что снежный человек – это вовсе не миф. Те вещи, которые были вчера мифом, завтра становятся реальностью. И очень быстро. Сейчас это происходит с бешеной скоростью. И очень запросто может оказаться, что миф, если для большинства это миф, о снежном человеке завтра станет реальностью. Это подтверждают местные охотники, ведущие промысел в районе Азайской пещеры. Из поколения в поколение они передают рассказы о хозяине тайки. И видят его не только здешние жители. В прошлом году, в сентябре месяце, три рыбыка ко мне приходят. Я их не знаю. Но они, говорят, мы с Таштагола. Говорят, вот шли по этой тропе, по нашей тропе, и поднялись на гриву, и увидели какое-то существо страшное, чудовище. Сразу видно приезжие. По местным поверьям, рассказывать о встрече с существом нельзя. Даже самым близким. Если охотник нарушит табу, его ждут серьезные неприятности. Вплоть до гибели. По всей тайге можно встретить следы снежного человека. Это либо сломанные ветви, либо переплетенные между собой деревья. Так хозяин тайги метит свою территорию. Человек на такое не способен, если он не два с половиной метра ростом. Эти метки совсем свежие. Вот эти арочные конструкции, мы находим их в других местах тоже изредка, но здесь вот уже вторая, буквально за два дня. Такие конструкции находят повсюду, где местные жители встречали снежного человека. Возможно, эти знаки служат для лесных обитателей информационной системой. Подобными методами пользовались древние охотники и индейские племена. Знаки показывают, где есть тропа, где вода, где можно найти пропитание. Это похоже на своеобразную систему сигнализации. Просто они проявляют свое творчество таким образом. Лилия Зинкова рассказывает, она своими глазами видела снежного человека, недалеко от родного городка Таштагол. Они с друзьями отдыхали на берегу реки. А когда ночью женщина уснула, почувствовала, как кто-то гладит ее по руке. Я никогда в жизни такой шелковистой шерсти никогда не ощущала легкого прикосновения. И я смотрю, передо мной уходит, ну, типа, как человек, но метр восемьдесят ростом, и серая шерсть. Лилия настолько перепугалась, что у нее перехватило дыхание. Она даже кричать не могла. Голова как будто, как в плечи, вот так сделана. И таким шагом, как сказать, как-то вот так, вот так. И все так пошло в том направлении, по берегу реки. Далее в программе. Зачем Никите Хрущеву был нужен снежный человек? Сказал, вот вам деньги, идите или поймайте и приведите, или хватит трепаться. Советские ученые в поисках Йети. Завязали руки, ноги, положили на арбу, привезли сюда. Кого им удалось поймать в горах Кавказа? Дикая женщина, волосатая, все. Я расстроена все тайны. У снежного человека десятки имен. В каждой стране мира его называют по-своему. В Китае – Ежень, в ЮАР – Кейломба, в Непале – Йети, а в США – Бигфут. В новом свете проблемой существования снежного человека занимаются целые институты. За десятки лет исследовательской работы накопилась масса свидетельств существования Бигфута. В США, в штате Мичиган, на загородной ферме обитает целая семья Бигфутов. Так, по крайней мере, утверждает хозяйка дома Робин Лин. Не первый год она наблюдает за несколькими особями снежных людей. И в доказательство приводит гипсовые слепки, снятые неподалеку от ее дома. Тут мы можем видеть пальцы и насколько глубокий отпечаток. Да, он был сделан возле моего дома. Длина этого отпечатка – 11,5 дюймов. Недавно на ее ферме побывал Игорь Бурцев, антрополог, директор Международного центра гоминологии. Он надеялся запечатлеть снежного человека на камеру слежения. Они обходят поле зрения этой камеры, топчут там, делают эти конструкции, все, а вот в поле зрения не попадают, не хотят. Там трава не тронутая, следов нет. В конце 60-х эти кадры взбудоражили Америку, а потом и весь мир. Авторы любительской съемки утверждают, что им просто повезло. Это было в 1967 году. Роджер Паттерсон и Боб Гимлин отправились покататься верхом в горах Калифорнии. На очередную прогулку взяли с собой кинокамеру. Вот уже 40 лет не утихают споры. Настоящий это фильм или нет? Друзьям посчастливилось снять самку снежного человека. Не так давно специалисты Техасского университета отцифровали фильм Паттерсона и внимательно изучили на компьютере. Их вывод о подделке не может быть и речи. Ученые точно измерили рост существа 222 сантиметра. Там же, в США, удалось получить запись звуков, которыми обмениваются йети. Я хочу сказать, что они очень умные и что мы их недооцениваем. Они думают так же, как и люди. Мы делаем какие-то вещи по-разному, но думаем примерно одинаково. При этом у них есть система коммуникации. Йети абсолютно осознанно могут общаться между собой. Да, у них есть свой язык. И эта семья Йети, которую мы изучаем, они между собой общаются. Фильм Паттерсона смотрели во всем мире. Показывали съемку американцев и в советской программе «Клуб кинопутешествий». В СССР этой теме уделялось особое внимание. Более того, у нас она поднималась на самом высоком государственном уровне. В 1957 году Президиум Академии наук решил снарядить большую экспедицию на поиски йети в отдаленные районы Памира. Говорят, инициатором был сам Никита Хрущев. Никита Сергеевич Хрущев, который был такой человек довольно заводной, интересовался научными вопросами, он, услышав об этой проблеме, сказал, вот вам деньги, идите или поймайте и приведите, или хватит трепаться. Экспедиция отправилась в 1958 году. Ее возглавили ученые с мировым именем Сергей Обручев и Борис Поршнев. С ними была внушительная команда ученых. Тогда огромное количество ведущих ученых, зоологов действительно выехало на Памир и занимались проблемами снежного человека. Они провели там несколько месяцев. Сделали ряд открытий в области ботаники и геологии. Но йети так и не нашли. Обнаружили только следы, с которых сняли гипсовые слепки. Ученые не нашли убедительных доказательств существования снежного человека на Памире. Но эта экспедиция породила небывалый всплеск, интереса к загадке в Советском Союзе. Тысячи энтузиастов по всей стране стали искать доказательства его обитания на Алтае, Памире и Кавказе. Этот человек, житель абхазского города Ткуарчал, Роберт Кукубава, сам по себе сенсация. О нем наслышана вся округа. О своем детстве Роберт почти ничего не помнит. Я сейчас все подробности. Мне тогда 6 лет было, что я могу с этих времен помнить. Эту историю здесь пересказывают уже не первый год. Роберта хорошо знают в округе. Он всегда отличался отменным здоровьем и недюжинной силой. Единственное, что осталось у Роберта на память о детстве – вот эти старые фотографии. Это мой дедушка Хвит. Это моя мама Раиса. Это прозвучит совершенно невероятно, но соседи Роберта уверены – его дедушка Хвит – сын самки снежного человека. Ее звали Зана. И дед, и отец Роберта славились огромным ростом, невероятной силой и здоровьем. Это передалось и Роберту. На улице холодно все, но я под водой стоял. Ни разу не болел. Эту историю полувековой давности открыли миру Александр Машковцев и Борис Поршнев, родоначальники отечественной науки о реликтовых гоминидах. А впоследствии изучал Игорь Бурцев, ученик Поршнева. С помощью долгих, кропотливых поисков и расспросов им удалось воссоздать далекие события. Как-то Машковцев, он в 62-м году был в Сухуме, в библиотеке Института Истории, Языка и Культуры. И кто-то из сотрудников сказал, когда услышали, что он занимается проблемой снежного человека, они говорят, а у нас вот такой случай был в горах, была женщина поймана, и неплохо было бы, так сказать, эту историю раскрутить. По здешним преданиям, в Абхазии издавна водились лесные люди, которых здесь называют Абнауаю. Их было немало, и местные жители даже вступали с ними в конфликты в борьбе за землю. Согласно легенде, в конце 19-го века абхазский князь устроил охоту на Абнауаю, которая закончилась успехом. Искутили, поймали. Прямо на берегу, в песке ее поймали, на веревках, в общем, завязали, руки-ноги положили на арбу, привезли сюда. Оказалась женщина. Заложницу много раз перепродавали, пока она не оказалась у дворянина и состоятельного человека Эдки Геннабе. Представитель местной элиты отвез ее в свою родовую усадьбу. Селение Тхина в 80 километрах от Сухуми. Сначала Зану, так назвали пленницу, поместили в специальный загон из крепких бревен. Она вырыла яму в земляном полу, чтобы в ней спать. Очень боялась людей. Долгое время держали так. Люди приезжали, смотрели на эту зверя. И постепенно, по истечении времени, она начала привлекать к людям. Так она прожила три года и привыкла к соседству людей. Зану стали отпускать на волю. И она всегда возвращалась туда, где ей давали еду. Но в повадках так и осталась лесным человеком. Любила купаться, плавать в бурной горной реке. Ну и вообще она не научилась там разговаривать среди этих людей. Ну, может быть, два-три слова какие-то. Некоторые говорят, что она два-три слова знала по местному, там, на местном языке. Вот. То, что вполне была совершенно дикая женщина, которая и вела себя, как дикая. Зана, как и все ее потомки, отличалась солидными габаритами. Рост выше среднего мужского. Широкие плечи. Темная кожа, почти вся покрытая рожеватой шерстью. Лицом она походила на представительницу негроидной расы. Но эксперты уверены, что Зана вообще не была человеком. Но это была не негритянка, это была дикая женщина, волосатая. Вот этим она отличается от человека. Ученые показывали жителям села Тхина фотографии, на которых был якобы запечатлен снежный человек. Местные старожилы поражались сходству и говорили, что их Зана точь-в-точь похожа на американского бигфота. Помимо нечеловеческой внешности, она отличалась удивительными, физическими способностями. Далее в программе. Потомки снежной женщины Заны. Это был череп типичного папуаса. Возможно ли это? От человека снежного может пойти потомство, прискрещивающегося с обычным, с нормальным человеком. И почему Зана убивала своих детей? Она задушила ребенка. Я расстроила все тайны. Наша съемочная группа продолжает изучать историю загадочной Заны, поселившейся в Абхазском селе. Несмотря на дикий нрав лесной женщины, к ней зачастили поклонники. Ее держали там в загоне, в заперти, а потом стали отпускать. И после этого, ну, каким-то образом там с ней местные мужчины жили. И у нее стали рождаться дети. Поначалу Зана поступала с потомством так, как никогда не поступила бы нормальная женщина. Потом какой-то сельский наш житель по фамилии Сабекия. Сабекия Кашиш. Вот с ней начало сожительство. Понимаете? И, значит, она родила ребенка. За ней особого ухода не было. И она задушила ребенка. Зана рожала чуть ли не каждый год. Некоторых новорожденных забирали на воспитание сельчане. Я думаю, что вполне возможно. То есть от человека снежного может пойти потомство, прискоречивающегося с обычным, с нормальным человеком. Это может вполне быть. Обезьяна с человеком нет, у них ничего не получается. А у нас может быть. Потому что это все-таки ближе к человеку существо. То есть это человек, но другой вид человека. Исследователи установили, что выжили и благополучно выросли четверо детей Заны. Двое сыновей и две дочери. Все они отличались огромными размерами и силой. Особенно Хвит. Метра два ростом был он. Здоровенный был мужик. Значит, с ног до головы тоже велосатый был. Он одной рукой, значит, плуг держал, на моих глазах пахал беками. Знаете, одной рукой очень сложно, а пахать он очень сильный был. Его именем даже пугали детей. Я его помню прекрасно. Нас пугали, когда что-то плохое мы делали. Сейчас хуй-то придет. А хуй-то был черный, высокий. И страшные зубы. Он скалил зубы, глаза вот такие черные. Ну, ужас наводили по имени хуй-то. Следующее поколение внешне уже мало отличалось от местных жителей. Но огромная сила всегда передавалась по наследству. Внук Заны Шаликуа славился удалью. По рассказам местных жителей, он брал стол с зубами накрытый и с этим столом танцевал на праздницах разных. Так что он был довольно крепкий. Хотя рост он был немножко поменьше. Он служил в советской армии, кстати. Многое в изучении легендарной Заны дала бы экспертиза останков. Но могилу лесной женщины ученые ищут уже не один год. Старики помнили лишь ее приблизительное расположение на древнем кладбище в селении Тхина. Первые раскопки начались еще в 1964 году. Руководил ими академик Борис Поршнев. Он расспросил старейшин рода Геннаба и выбрал одну могилу. Извлеченные оттуда кости отправили на экспертизу в Москву. Но она показала, что с выбором захоронения ученый ошибся. И когда показали место, где она была похоронена, раскопали, а там оказалось, что череп, ну ничего там, есть какие-то отклонения от местного типа, но они вполне в пределах человеческих. А Поршнев же рассчитывал, что это будет неандерталка, женщина, и значит у нее должны быть надброви и прочее там все. Спустя год Поршнев возобновляет раскопки. Но находит лишь останки Гамасы, младшей дочери Заны. Московские специалисты, изучив строение ее костей, приходят к мнению, что Гамаса имела ярко выраженные черты неандертальца. Спустя несколько лет дело Поршнева продолжил его ученик Игорь Борцев. В середине 70-х он вскрывает семь разных захоронений. Заны по-прежнему не находит, зато находит череп ее сына, Хвита. Несмотря на то, что захоронение самой Заны так и не было обнаружено, на основании полученных данных ученые сделали вывод. Мама Хвита была действительно не человек. Тогда кто? И когда мы раскопали череп сына, то мы, конечно, увидели, что это то, это то. Это был череп типичного папуаса, причем совершенно крупный. Как потом выяснилось, у него, например, вот эта максимальная ширина, минимальная ширина льба, есть такой показатель, превышает на целый сантиметр человеческую серию. Борцев заметил, что раскопки сопровождаются непонятными, а порой откровенно-мистическими историями. Как только вскрывали очередную могилу, внезапно начиналась сильнейшая гроза. Старейшины рассказывали о древних приметах, в которые ученый поверил только, когда проверил на себе. Такой сильный ливень пошел, что, честно говоря, когда вот этот гром раздался, я даже вот так, знаете, оторопел и думаю, елки-палки, а, наверное, правильно старики говорили это. А после эксгумации останков хвита, Борцев серьезно заболел. Он стал терять сознание. Температура доходила до 40. Его отправили в Москву, где три недели он пролежал в инфекционном отделении Кремлевской больницы. Врачи долго не могли определиться с диагнозом и в итоге сошлись на удивительном. Москитная лихорадка. В нашей стране последний раз была зафиксирована в 1918 году в Крыму. Откуда она там у меня взялась, трудно сказать. Могила прабабушки Роберта, лесной женщины Заны, так до сих пор и не найдена. Все, что есть у исследователей, это череп ее сына хвита. И его изучение дало поразительные результаты. В Москве в лаборатории пластической реконструкции находку исследовали лучшие специалисты. Антропологи пришли к единому мнению. Этот череп принадлежит представителю австралоидной группы, проще говоря, папуазу. Ученых поразило то обстоятельство, что в одном черепе совмещались примитивные, архаичные черты и черты прогрессивные, свойственные современным людям. И они пока не могут дать точного ответа, что же это за биологический вид. Далее в программе. Как поймать снежного человека? Я очень много зверей видел в шахте, но в такой скорости ни один зверь не убегает. Если он обладает паранормальными способностями. Я не существую в каком-то параллельном мире. А его взгляд убивает. Я думаю, если я гляну, все, я уже не выдержу. Я тут емко. Я расстрою все тайны. На другой стороне Большого Кавказского хребта, в Кабардино-Балкарии, снежный человек давно перестал быть загадкой и тайной. В этой российской республике с Алмасты, так его здесь называют, хоть раз встречался практически каждый. От мала до велика. Зольский район Кабардино-Балкарии. Окрестности села Булунгу. Здесь, по свидетельству местных жителей, Алмасты появляются чаще всего. В том, что это не простой зверь и не человек, здесь никто не сомневается. Есть он или нет, вопрос у нас здесь так не стоит. От мала до велика каждый просто-напросто это или знает, или видел, или просто уверен в этом. Знают и все. В этом все уверены. Если на Алтае йети остаются экзотикой, то здесь они часть природы. Естественная и привычная. Для местных жителей это реальность. Реальность, которая исходит от конкретных встреч, от конкретных эпизодов, от конкретных лиц. То есть, когда мы говорим Алмасты, для кого-то, кто-то, кому-то это будет смешно. На самом деле, этот снежный человек или лесной человек, он существовал и даже существует. Жители этих сел говорят, сейчас Алмасты почему-то прячутся в горах, а в прежние времена служили человеку разумному. У моих предков по материнской линии 100% они уверены, что у них это прислуга была. Именно Алмасты прислуга была. Она была женского пола. Но они были, так сказать, богатые люди, княжеские породы были, короче, богатые люди. И у них она была прислуга. Село Мушт расположено в долине Нарзанов. Когда-то это было большое поселение золотоискателей. Сейчас здесь осталось всего несколько домов. Татьяне Поляковой за 80. Она старейший житель поселка. Муж умер, дети давно переехали в город. Старушка рассказывает. Она не чувствует себя одинокой. К ней то и дело наведывается снежный человек. Татьяна Дмитриевна даже дала ему имя. Палестина. Я даже и следы его видели, такие большие. Следы большие. И пятка, ну и пальцы, ну и все человече. Ну только не человеческие следы, такие большие. Так и сам. Как только бабушка выходит за кормом для кос или просто прогуляться, Палестина следует за ней. О себе дает знать похлопыванием в ладоши. Только так снежный человек может выразить свои чувства. Ну я думаю, что ему радостно меня видеть. Никакого вреда ей алмасты ни разу не причинил. Однако старушка сомневается, что существо имеет доброе намерение. Я думаю, может быть это не добрая сила. Так я думаю. Потому что добрая сила это только человек. Татьяна Дмитриевна знает, что Палестина не любит чужаков. Особенно тех, кто хочет лично увидеть алмасты. Даже здесь с Натчика приезжали охотицы. Чтобы его поймать, зафотографировать. Он как начал кричать, сильно начал кричать. Охотники за снежным человеком в тот же день спешно собрались и уехали из села. Наша съемочная группа отправляется на склон, где, по словам Татьяны Поляковой, часто бывает снежный человек. Внимательный осмотр территории дает результаты. Вот на этом камне мы нашли волосы. Очень странного вида. Что это за волосы? Мы поймем после того, как отдадим их на экспертизу. Алмасты встречают во многих районах Кабардино-Балкарии. Благодаря исследованиям француженки Жанны Кофман, сподвижницы Бориса Поршнева, собрана целая база свидетельств появления снежного человека. Сотни свидетельств местных жителей о том, как они встречались с алмасты. Эти документы были в нашем распоряжении. Этими многолетними наблюдениями по сей день пользуются исследователи паранормальных явлений, приезжающие сюда со всей России и из других стран. Те свидетельства, которые приводятся, они не просто поражают, они заставляют удивляться, заставляют задумываться. Этот снежный человек был, есть и наверняка существует. Виктор Котлеров не раз участвовал в поисковых экспедициях. Он отлично знает эти места. Но суровый край не перестает преподносить ему новые сюрпризы. Однажды, находясь в составе группы исследователей, Виктору посчастливилось обнаружить цепочку огромных следов. Было принято решение идти по ним. В какой-то момент мы подошли к какому-то месту, где ощутили присутствие чего-то необычного. А потом всех нас, троих, объял ужас. Мы переглянулись и решили не идти туда, хотя ничего не говорили. Чуть-чуть отошли, а потом спрашиваем друг друга, почему мы туда не пошли. Как бы внутренний голос сказал, туда идти не надо. Михаил Балагов охотник. Он не раз сталкивался с загадочным алмасты в районе села Булунгу. Бывало даже лоб в лоб. Михаилу удалось разглядеть чужака во всех подробностях. Высокий, мощный, длинные руки, весь покрыт шерстью. А больше всего охотника удивила чистоплотность. Я часто очень много рассказывал это. Такой чистоты я никогда в жизни не видел. Волос на волос. Обычно у зверя, у всех, у чистых, они слепаются или как, да? А чист, как будто в шапуна помытая. Из отметров 40 волосы. Встреча продолжалась всего секунду. Балагов застыл на месте, а алмасты за мгновение исчез в лесной чаще. Скорость поразила опытного охотника. Очень быстро идет, очень быстро. Вы не поверите. Ребята, я очень много там зверей видел, всяких, но с такой скоростью ни один зверь не убегает. Далее в программе. Охота на снежного человека. Он человека чувствует еще до того, как он зашел в лес. Уникальная находка наших корреспондентов. Елки-палки, что с камерой? И результат судебно-медицинской экспертизы. В коллекционном материале таких волос у нас именно в центре не имеется. Я расстрою все тайны. Экспедиция программы «Тайны мира» провела несколько дней в окрестностях села Булунгу в Кабардино-Балкарии. В результате опроса местных жителей были определены места, где чаще всего был замечен алмасты. Там мы установили камеры слежения. Мы выбрали один из домов, около которого, по словам местных жителей, часто появляется снежный человек. В подвале спрятали видеокамеру. Это идеальное место для скрытой съемки. Оператор включил запись и оставил на всю ночь. Утром в подвале нас ждет сюрприз. Камеры нет на месте. Жди камеру. Она валяется на полу. Ее кто-то скинул. Блин, что камерку сделал? Это явно не местный житель. Иначе мы вообще не нашли бы камеру. Смотри, тут лежал, Павел. И вот фрагмент записанного видео. Кто-то подходит к камере и роняет ее. Корреспондент находит новый артефакт. Пусть. Смотри, что это? Но что это? Не то волосы, не то шерсть. Ни на собачью, ни на медвежью не похоже. Обстановка не слишком приятная. Но корреспонденты внимательно осматриваются и обнаруживают новые улики. Что они везде здесь, слышал? Со своими находками съемочная группа отправляется в Москву, чтобы отдать на экспертизу найденные клочки шерсти. Кому они принадлежат? Мы отдали образцы шерсти в Российский Федеральный Центр судебной экспертизы. Здесь хранятся сравнительные образцы самых разных материалов. Если волосы принадлежат известному живому существу, это сразу будет определено. Но эксперт не может найти соответствий. Если коза бы и какие-то медведи, я бы вам сразу сказала, по морфологии эти волосы давно изучены. Естественно, они встречаются в экспертной практике, в морфологиях известных. А это у нас в коллекции таких. Нету животных. После глубокого анализа эксперт делает вывод, в который сама не может поверить. Генетический состав шерсти имеет признаки и человека, и примата. Я вам показывала там белый волос, такой, который разрушается. В основном растворяется сердцевина, не образуя никакие компоненты. Это признак характерный для волос человека. У приматов он оставляет ствол, такой сердцевинный тяж, который дальше делится просто на фрагменты. Это признак для приматов. И вот мы получили здесь половину того, половину всего. И вот заключение эксперта. Подводя итоги, можно сказать, что эти волосы принадлежат какому-то животному. И в коллекционном материале таких волос у нас именно в центре не имеется, кому они принадлежат. Неизвестно. Зато теперь у экспертов есть эксклюзивный образец. Вот ваш образец, снежный человек под вопросом, можно ли мы его оставим у себя в коллекции. В Кабардино-Балкарии горцы рассказывали о такой примете. Если у алмасты забрать клок волос, то он будет навсегда к тебе привязан. Таким способом, например, их приручали и заставляли прислуживать в богатых домах. В наше время, наверное, это звучит фантастически. Но только для тех, кто либо ни во что не верит, либо никогда не интересовался этой темой. Подтверждений существования снежного человека великое множество во всем мире. Прежде всего, я хочу сказать, что они действительно существуют, и давайте с этим согласимся. Кто-то спросит, почему мы их не видим. Я говорю, мы видим их каждый день, каждую неделю. Кто-то где-то их видит. Но, как правило, о таком могут рассказать только близким или максимум знакомым. Дальше семьи информация обычно не идет. Ведь все равно никто не поверит. Эту тему никто не обсуждает. В научном и в социальном обществе она табу. Я и мои русские коллеги стараемся решить эту проблему и поговорить об этом открыто. Исследователи не сомневаются, что йети обладают интеллектом. Они приспособились и научились издалека чувствовать приближение человека. Так, к примеру, дикие звери затихают, когда охотник идет по лесу. Он человека чувствует еще до того, как он зашел в лес. То есть он не по звуку, не по шелесту листьев, а он чувствует, что сюда кто-то вторгается, в мои владения. Оказывается, есть у снежного человека и другие паранормальные способности. Он может исчезнуть, стать невидимым. О таком случае нашим корреспондентам рассказывали очевидцы в Кабардино-Балкарии. Лакман Жарошуев поздно вернулся домой. Когда вошел в свою комнату, увидел самку Алмасты. Она обернулась, взглянула на мужчину и вдруг как будто испарилась. Она не убежала ничего. Вот у нас есть, мы так говорим, невидимка. Вот она тоже такой же невидимка. Откуда же у снежного человека способности, которых нет у других земных существ? И почему им так долго удается прятаться от людей? Неожиданное объяснение дает альпинист Сергей Семенов, который нашел обледенелый фрагмент конечности неизвестного существа. Ну, может быть, они существуют в каком-то параллельном мире. То есть они возникают, а оттуда попадают, попадая в наш мир, и исчезают с нашему миру так же внезапно, как и попадают. Не противоречат такой версии и результаты нашей экспертизы волос. Существо, которому они принадлежали, получеловек-полупримат. А таких еще не знает наука. Доподлинно известно, что в горах Кавказа приматы, то есть различные виды обезьян, никогда не обитали. Но если это так, то какому еще человекообразному существу может принадлежать эта шерсть? Наука разводит руками. Возможно, нашей экспедиции на Кавказе удалось отыскать следы настоящего снежного человека. Кавказа